Приближается Всемирный день иммунитета. Мы будем отмечать его 1 марта. В преддверии этой даты мы пригласили в нашу студию руководителя Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Зарему Тен. Зарема Амаровна, добрый день. Здравствуйте. Вы завидуете отделением профилактики, то есть диспансеризации, да? Да, все верно. Охотно ли у нас люди проходят чекапы? Вы знаете, я бы сказала, что не очень. Очень. Скорее, это предпочтение людей более старшего возраста, в нетрудоспособном возрасте люди. В основном те, кто имеет одно или несколько хронических заболеваний, они приходят, да. Молодежь, скорее, нет. Работа, плотный график, ну, на здоровье можно оставить время потом. Видимо, из-за этого не знаю. А с какого возраста вообще рекомендуется проходить диспансеризацию? Диспансеризация у нас существует и для детского населения, и для взрослого. Ну, детки, это, соответственно, от нуля до 18 лет, 17. А взрослые – это уже с 18 лет и далее. Знаю, что вот за последнее время очень много вкладывается, скажем так, усилий, да, в эту область. И пройти диспансеризацию становится все легче и легче, и легче, и быстрее. Вот расскажите, сколько это занимает времени, в какой день можно прийти, вот даже работающему человеку? Да, все верно. Действительно, сейчас диспансеризацию, так сказать, сделали очень емкой. Большинство исследований, точнее, все исследования, которые входят в диспансеризацию, они направлены на раннее выявление заболеваний хронических, неинфекционных, онкологических процессов. Поэтому включают в себя два этапа, пройти которые можно за два часа. То есть пациент приходит в отделение, и за два часа проходит полностью весь спектр исследований, которые входят в диспансеризацию. Какие-то врачи, какие исследования? Первый этап включает в себя лабораторно-инструментальную диагностику, которая включает в себя анализ крови, маммография для женщин, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. В зависимости от возраста, люди, конечно, по старше возрастом, они имеют более широкий спектр набор всех исследований. Так как у них риски выше люди помладше, у них меньший набор. Но в целом весь этот этап можно пройти за два часа. То есть от сдается кровь, все равно же нужно время, чтобы какие-то анализы получить и прийти повторно? После того, как пациент все сдал, его приглашают на консультирование к врачу-терапевту, где ему интерпретируют его исследования. Если эти исследования в порядке, то, в принципе, мы даем общие рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, правильному питанию, водному балансу. Если имеются отклонения, то тогда пациент приглашается на второй этап уже на более углубленное исследование и к узким специалистам. Как часто вы рекомендуете проходить исследование? С 18 до 40 лет диспансеризация проводится один раз в три года. В промежутках между диспансеризацией можно пройти профосмотр по возрасту. А с 40 лет и далее уже ежегодно проводится диспансеризация. Скажите, какое количество людей, например, в прошлом году прошли диспансеризацию и часто ли выявляются какие-то серьезные заболевания у людей? Я с уверенностью могу сказать, что более 70% всех жителей Ленинского городского округа у нас все-таки диспансеризацию проходит. И до 70%, 65-70% это пациенты, которые имеют либо факторы риска, которые предшествуют заболеваниям хроническим неинфекционным, либо уже имеют те или иные хронические неинфекционные заболевания. И вопрос немножко на другую тему. Вот у нас совсем недавно, да еще есть коронавирус. Сейчас какие-то эпидемии есть, и как вы с ними боретесь? У нас по-прежнему продолжается вакцинация от ковид. Совсем недавно рассказывала об этом. А также продолжается прививка от различных инфекций, таких как кор, дифтерия, столбняк, пневмококковая инфекция. Все также работает на базе любой амбулатории или поликлиники. Можно обратиться в кабинет вакцинации и сделать нужную прививку. Я хочу напомнить, что это показано не только деткам. Мы привыкли слышать всегда про календарь прививок для детей, но и взрослым, потому что иммунитет ослабевает от некоторых видов инфекций. А сейчас, ввиду большой миграции населения, эти инфекции вновь стали актуальны. Поэтому я призываю всех не забывать и приходить в кабинет вакцинации. Зарима Амаровна, спасибо за интересную беседу, за совет. А я напомню, что на студии была руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Зарима Тен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова